Позвольте представиться. Новикова Надежда Германовна. Я являюсь преподавателем Центра компьютерного обучения в Прибавловском университете. В миру занимаюсь проектированием интерьеров. Для меня эта тема актуальная. Я думаю, что и для многих из вас тема тоже станет актуальной. С чего мы начинаем? С того, что проектирование было не всегда. Оно началось на уровне эпохи Возрождения в 15 веке. На начальном этапе школ специализированных не было. Соответственно, самые активные представители архитектуры. А архитектура на тот момент предполагала не только занятие возведения строения, но и разработку различных механизмов изобретательства. То есть гораздо шире понималось, чем эта профессия понимается сейчас. Но, собственно, профессией ее очень сложно было назвать. Это был род деятельности, скажем так. Архитектор, кроме этого, работал и как прораб. То есть от него зависело и строительство. Кроме того, он при необходимости мог научить любого мастера, как работать с мастерком, как класть камень, как резать камень и так далее. То есть это был человек-оркестр, по большому счету. И лучшие представители архитектурной элиты, наделенные еще и художественными навыками, они образовали некий круг, который впоследствии стал развивать именно идеи архитектуры в нашем понимании, но и одновременно заниматься изобретательством. А требования этого времени были таковы, что развивалось мануфактурное дело. И оно требовало и примитивных станков, сначала примитивных, потом все более и более сложных. А затем, собственно, и строительство за этим тянулось. И технологии становились сложнее, да и публика становилась более взыскательной. Поэтому на этапе раннего возрождения возникает разделение труда. Если раньше архитектор в себе собирал абсолютно все, то на этапе раннего возрождения, это начало 15 века, абсолютно все уже охватить не удавалось. Поэтому произошло разделение на проектную деятельность, условно говоря, бумажную, и на строительную, и изобретательскую. Поэтому, начиная с 15 века, мы можем говорить о проектной графике. В этот момент появляются трактаты об архитектуре. Брожение умов начинается какого плана? Витают в воздухе идеи создания идеального города. И в этом участвуют не только, собственно, архитекторы, а и художники тоже. Вот это видуто, так называемый, это вид картины, принадлежащий Перу Делла Франческо. И идеальный город, он настолько идеален, он выстроен по принципу симметрии, он построен по линейке, по всем законам линейной перспективы. А именно в этот период начинается разработка теоретической базы. И линейная перспектива, воздушная перспектива, поиск идеальных форм для того, чтобы можно было создать идеальный город. И вот это все сливается в единое целое, появляются трактаты, описания, теоретические выкладки. Одну секундочку, я закрыла окно. И подкрепляются уже начальными проектными поисками. Одним из теоретиков архитектуры стал Филаретте. И он выдвинул, написал книгу в архитектуре, выдвинул ряд положений, требований к архитектурному творчеству и начал искать свой идеальный город. Вот это свидетельство поисков идеальной формы. В результате он пришел к правильному восьмиугольнику. Этот город был назван Сфарцинда, поскольку Филаретте работал для герцога Сфорца, для своего покровителя он, собственно, разработал город. Самое интересное, что этот город был реализован, то есть построен. Правда, уже после смерти Филаретте, в 16 веке, но тем не менее он существует. Вот под каким названием он существует, я не могу вам сказать. Но вот это первоначальный план, относящийся к 15 веку. Эпоха Возрождения дала нам великое множество имен, людей очень талантливых. И это были люди универсальные в своих умениях. И живописцы, и скульпторы одновременно, и одновременно архитекторы, и изобретатели. И среди них почетное место занимает Рафаэль. Он был не только прекрасным живописцем, и мы знаем его полотна, но он и выступал как архитектор. В Риме до сих пор существует церковь, называется Насан Элиджи Делье Арифичи. Этот проект, зарисовки которого мы видим, эскизные варианты, он был реализован. И вот это фотография этой церкви. То, что рождалось на бумаге, затем воплощалось в реальность. Наверное, главное имя эпохи Возрождения, это все-таки Леонардо да Винчи. Он выступал во многих качествах. В первую очередь мы его знаем как прекрасного живописца, хотя он не в первую очередь себя самым живописцем считал. Он был естествоиспытателем, то есть очень много опытов проводил, сложных достаточно. Он был изобретателем, и может быть в большей степени известны его реализованные инженерные работы, в первую очередь связанные с военной техникой. Но тем не менее и в области архитектуры он вел исследования. И вот это одна из его зарисовок католического, еще не католического, но храма, изыскания, вот каким образом структура выстраивается. Вот это фортификационное сооружение, крепость, которая окружена валами и рвами. Ну и, собственно, это крепостное укрепление, это его разработка. Кроме того, как живописца, его интересовало, как правильно организовать пространство на полотне, с тем, чтобы оно было предельно реалистично. И он исследовал, с одной стороны, исследовал явление перспективы, с другой стороны, вот это одна из иллюстраций книги Луки Пачули о перспективе. Первый заговорил о перспективе Брунеллески, один из ведущих архитекторов того времени. А вот это уже математические выкладки, сопровожденные вот таким свободным рисунком. И это тоже строится по линейке, и это в большей степени исследование, чем эскиз для картины. Великолепный мастер эпохи Возрождения, Микеланджело. И он был титаном, потому что он в первую очередь зарекомендовал себя как великолепный архитектор, но он был живописцем, живописцем, монументалистом. Он расписывал стекстинскую капеллу. Он был и архитектором, и конструктором, и инженером. И одно из главных его творений уже на заключительном этапе его жизни это был купол собора Святого Петра в Ватикане. Вот это его оригинальные рисунки, поиск формы. Затем следовали полноценные эскизы. Это тоже его работа. И до сих, правда, реализован этот проект был только после его смерти. Но до сих пор этот купол парит над Ватиканом. Это его работа. Хотя многие архитекторы участвовали в строительстве этого храма. Кроме того, очень известной его работой является проект капеллы Медичи или усыпальницы Медичи при церкви Сан-Лоренцо. Вот здесь показаны первичные наброски. Они легко поданы. Чуть-чуть светотень показана. Вот это фасадная часть. По сути дела, это пристройка к церкви Сан-Лоренцо. Вот это поиск форм, то, что будет внутри. Легкий набросок. Это тоже оригинальный рисунок Микеланджело. Поиск форм, какими будут низшие арочные проемы. И в результате мы до сих пор посещаем это место. И оно очень интересно подано. Мы входим через церковь и создается впечатление, что мы выходим на площадь. И мы видим фасады зданий и скульптурно украшенные фасады зданий. Собственно, вот это и есть мемориальный комплекс Микеланджело, посвященный семейству Медичи. Это был 15-16 век Возрождения. Что происходит потом? В русле классики, а Возрождение в полной мере поддерживало традицию классическую, в архитектуре продолжается ордерная система, но совершенно иначе. Опять господствует симметрия, но формы уже более органичные, плавные, текучие, струящиеся. Очень богато украшенный фасад. И вот это одна из работ Барамини Сан-Карло-Али-Куатро-Фонтаны. Если переводить, то это церковь Святого Карла у четырех фонтанов. Ее до сих пор можно в Риме увидеть. У меня фотографии ее нет, но в любом случае посмотрите, как тонко разделан фасад. Ручная работа, подробные эскизирования, сейчас это назвали бы скетчем. Ну, а традиционное название – эскиз. Это 17 век. В 18 век акцент перемещается с фасада на интерьер. И вот это одна из отмывок. А что такое отмывка? По сути дела, это технический рисунок, когда в один цвет, ну, исключение составляет только вот эта часть, в один цвет решается какой-то фрагмент, в данном случае интерьер. Принадлежит это кисти Антуана Вассе, одного из мастеров интерьерных дел Франции. Это отель Тулус в Париже. Посмотрите, какая тонкая разделка, очень хорошо читаются рельефы. И очень характерный элемент, вот такой медальон неправильной формы. Это принадлежит эпохе Рококу. Рококу постепенно перерастает в классицизм, а затем и вампир. И чем отличается ампир? Он во многом перекликается и с античностью, и с эпохой Возрождения. Он поддерживает классические традиции, ордерную систему, то есть колоннады с выверенными пропорциями. И вот это принадлежит карандашу одного из ведущих мастеров отечественных, Агюсту Монферрану. Почему я говорю отечественных? Потому что родом он из Франции, но вся его творческая жизнь практически прошла в России. Это явление называется «россика», когда к нам приезжали зарубежные мастера архитектуры, оседали в России, здесь работали, и главная их слава принадлежит именно российской архитектуре. И вот это Агюст Монферран. Известен в первую очередь он своей главной работой, пожалуй, это Исаакиевский собор в Петербурге. Кроме того, это Александрийский столб, венчающий дворцовую площадь. Он разрабатывал интерьеры некоторых помещений Зимнего дворца. А вот это рисунок, эскизный рисунок для проекта Спасского собора в Нижнем Новгороде. Очень четко проработан. Он был прекрасным рисовальщиком. Он сделал его обитаемым. Глубина пространства очень хорошо читается. И монументальность форм очень характерна для эпохи Ампира. Это заключительный этап классицизма. После Ампира долгое время шли поиски путей развития. Нового стиля не было. И только к концу XIX века сформировался новый стиль, который принес новую пластику. И, наверное, одним из самых ярких представителей этого последнего и самого декоративного стиля является Антонио Гауди или Гауди, как его называли в Каталонии, на его родине. Абсолютно свободные формы, органический характер, форм. Это оригинальный эскиз Антонио Гауди. И потом, собственно, он начал воплощать это все в реальности. Почему я говорю, что начал? Потому что до 1926 года это произведение называется Искупительный храм Святого Семейства. Его ошибочно называют Собором Святого Семейства. Правильное название Искупительный храм Святого Семейства. Началось строительство в 1882 году и вплоть до 1926 года велось под надзором самого Гауди. Но потом он погиб трагически и до сих пор ведется строительство и неизвестно, когда оно закончится. Ведется оно только на пожертвование трехожан, поэтому, наверное, и с этим тоже связано вот такое затягивание стройки. Это фасадная часть. Она в полной мере согласуется с пониманием органики форм, то есть природных форм. Но не менее интересно и внутреннее убранство. И это тоже оригинальный эскиз Антонио Гауди. Сейчас бы мы сказали, что это можно только с помощью компьютерной графики. Насколько должно быть велико мастерство изобразительное архитектора, чтобы вот таким образом показать потолок, как все уходит в глубину, а затем воплостить это в реальность. А вот это реальность. Мы еще будем возвращаться к искусству Антонио Гауди, но уже по другим, скажем так, параметрам. С чего начинаются всегда любой проект. Даже в период глобальной компьютеризации мы никогда не садимся сразу за компьютер, мы начинаем лепить, чертить или ваять что-то глобальное. Все начинается с фиксации мысли. То есть успеть схватить интересную мысль. Она дважды не придет, тем более гениальные мысли дважды не приходят. поэтому все начинается с почеркушечек, заметочек, легких эскизов, набросков. И затем это перерастает в уже некое системное видение и переходит в стадию чертежей. Поэтому всегда начинается все в погоне за мыслью. И опять возвращаемся к Гауди как представителю испанской школы дизайна. Каталонцы себя считают особенным народом, но на самом деле для нас Гауди это испанская школа. Очень интересны поиски, первичные поиски. В данном случае какая отделка будет. Вот смотрите сетчатый орнамент и как на него ложатся вот такие интересные морские обитатели звезды. И в дальнейшем это войдет в разработку темы ансамбля Гюэль так называемого. Это керамическая плитка, разработка темы для керамической плитки. Оформление оград это тоже рисунок Гауди. И как это потом воплощается тоже очень интересно. кованая ограда в полной мере соответствующая первичному замыслу художника. В наших пределах в России тоже были свои светочи. И одним из них был Федор Шехтель. Его называли певцом московского модерна. Действительно в Москве он строил очень много. И одной из самых значительных его работ является Ярославский вокзал. До него работали над Ярославским вокзалом. Он пристраивал только флигельные части, то есть боковые части и вот эту центральную часть выстраивал. У него был заказ от руководства Ярославского вокзала здания выстроить в северо-русском стиле с некоторым монастырским оттенком. Почему северо-русский, потому что направление северное, а почему монастырский оттенок? Дело в том, что в первую очередь Ярославскую дорогу, северную нашу дорогу, строили для связи Москвы с Сергиевым посадом, там, где до ныне находится Лавра. И отсюда и требование такое с некоторым монастырским оттенком должно быть решение. И он выстроил вот такой сказочный терем, очень скупо оформленный и с очень интересной графической подачей. Это во многом было закономерно для времени модерна. Дело в том, что в это время, в конце 19-го, начале 20-го веков, Европа впервые познакомилась с искусством Японии, в частности, с искусством гравюры на дереве. А своеобразие гравюры на дереве заключается в том, что там достаточно четкая контурная линия идет и такая тонировка очень скупо поданная. И вот это в полной мере визуализация ложится в стиль японской гравюры, но содержание у нее абсолютно русское. И до ныне мы с вами можем наблюдать это архитектурное сооружение вот на Ярославске в Адзел в Комсомольской площади. Шехтель работал в очень различных стилистических направлениях, характерных для модерна в целом. В частности, очень часто обращались к историческим эпохам и Средневековью. И особняк Зинаиды Морозовой он решил именно вот в таком ключе. Это авторский эскиз. Здесь и фасадная часть, и разные варианты в разных ракурсах, и деталировка. И до сих пор он украшает Москву. Это он находился старое название на Спиридоновке. Сейчас это улица Алексея Толстого. Вот он. Сейчас он принадлежит дипломатическому корпусу. Возможно, поэтому так хорошо сохранился. Американская школа. Одним из самых ярких представителей американской школы является Фрэнк Лоид Райт. Он начинал именно в Америке. И вот то, что я сейчас вам две работы буду показывать, это так называемые дома прерий. Вот это проект, легкий эскизный вариант, переходящий в план, фасадная часть и план. это дом Ханна по имени владельцев. А вот это его воплощение. Они распластанно прижимаются к земле. В силу того, что прерий все-таки достаточно открытая местность и представлены ветрам. и Райт очень характерная для него его творчество черта вот этого начального периода. Это вот такие укорененные дома. Еще один дом прерий это дом Джона Пью. И опять сочетание рукотворной графики, план, выполненный вручную, эскизирование и как это будет выглядеть в фасадной части. А вот это реальный дом. Тенденции в архитектуре меняются, да и в общем меняются в соответствии с веяниями социальными. И в начале 20 века с приходом новых тенденций в архитектуре, в изобразительном искусстве. Я имею в виду конструктивизм. Появляется абсолютно новый взгляд на архитектуру. В первую очередь это явление связывается с Россией, потому что считается, что конструктивизм родился в России с подачи Владимира Татлина в 1907 году. Несколько позже, в конце 30-х годов. Целое движение по созданию клубов в России, в частности в Москве 10 клубов было построено. Это клуб Русакова. План и разрез. Что очень интересно, что идеи индустриализации они в полной мере захватили и умы архитекторов. И образная часть связана с фрагментом шестеренки. Здесь были очень интересные нововведения использованы. Выносные элементы зрительного зала, поделенные на три части. Почему я вам рассказываю о структуре, применительно графике? Потому что неординарный ход мыслей и как это связывается с графическими возможностями самого архитектора. Это очень важный момент. Как он через графику передает свою мысль. Так вот, зрительный зал поделен на три сегмента и каждый сегмент с каждого места вот этих фрагментов очень хорошо видно сцену. Весь клуб был предназначен и для спортивных занятий, и для постановки просмотра спектаклей, для просмотра кинофильмов. Кроме того, лекционная работа велась и вот эти сектора можно было отделить от общего зала и это был лекторий каждый на 180 мест. При очень, ну, можно сказать, необычной и некоторым образом вызывающей форме фрагмента шестеренки наполненность культурная, то, что требовалось для клуба, она в полной мере отвечает потребностям и того временем, и сегодня это очень актуально. Сейчас это ДК, раньше это был клуб Русакова, сейчас это дом культуры Русакова. Но в соответствии с революционными веяниями и подача была, смотрите, какая, с символикой советской, с динамикой предельной, потому что все очень быстро развивалось, ситуация очень быстро менялась и в образовании, и в науке, и в технике, и в индустрии. И вот эта динамика, она пронизывает работы очень многих мастеров этого времени. А это начало 30-х годов. Вот это традиционная подача, отмывка. Отмывку делали тушью, акварелью. В данном случае это в туши выполнено все. Тоже авторская работа. Ну а в реальности клуб был возникнут на Стромынке. Это улица, которая идет от Сокольников в сторону Преображенской площади. И выглядит он вот таким образом. До сих пор он эксплуатируется, его недавно реставрировали, и он выглядит хорошо, ну и в полной мере выполняет свои функции. Кроме того, автор Мельников, Константин Мельников. Мельников был, по сути дела, революционером в архитектуре, наряду с многими своими современниками. Но это было общее веяние. И он был на переднем краю, что называется. Он создал очень интересный проект, тоже в русле конструктивизма, для международной промышленной выставки в Париже. 25-й год. Вот это его эскизы. Еще один эскиз. А вот это реализованный проект. И по свидетельству современников здесь постоянно стояла очередь из желающих посетить наш пабильон. Пабильон на международной выставке промышленности Париж 1925-й год. С одной стороны, конечно, Россия была во многом закрыта для Запада. Многие хотели просто советский образ жизни, с ним познакомиться. Но с другой стороны, у многих привлекала и особенность вот такой архитектуры. Сталь, бетон, металл, стекло. Никаких теплых материалов нет. И работа Константина Мельникова. Архитекторы, которые начали работать еще в период модерна, тоже воспринимали новые идеи и их видение архитектуры трансформировалось. И если вернуться опять к американской школе архитектуры и к имени Фрэнка Ллойда Райта, то мы увидим, что трансформации очень значительные. Вот это эскизный проект центра Гугенхайма в Нью-Йорке. Что это за центр? Это центр современного искусства Соломона Гугенхайма. Филиалы его находятся в разных частях мира. И один из них принадлежит, авторство принадлежит Фрэнку Ллойду Райту. Внешне фасадная часть она вот такая. Очень современная, очень интересно решенная. если мы входим в любое здание и мы осваиваем его снизу вверх, так же как любой музей, движение идет снизу вверх, с этажа на этаж, то здесь очень интересный ход придуман. Сначала люди попадают на верхний этаж с помощью лифтов, а потом они вот по такому пандусу наклонной поверхности спускаются вниз, осваивая каждый уровень последовательно. Вот это внутреннее убранство, речь идет о музее современного искусства, здесь свидетельство этого искусства, ну и вот эти пандусы, по которым последовательно спускаются и осматривают экспозицию все посетители. Середина XX века ознаменована творчеством Ле Корбюзье. Это один из четырех ведущих мастеров архитектуры XX века наряду с Фрэнком Ллойдом Райтом, Нисом Вандерой и Вальтером Гропиусом. Вот четыре величины, которые сформировали современное понимание архитектуры. И вот это его эскизы. Эскизы относятся к концу 40-х годов. У него тогда работы много еще не было и он теоретические выкладки делал. Одно из самых больших его достижений это разработка системы Модулор. Что это такое? Это попытка связать современные тенденции в архитектуре с антропометрическими данными современного человека и одновременно связать это с золотой пропорцией, то есть системой пропорционирования господствующей природе. То есть сделать архитектуру естественной для проживания, как природная среда. При всем том, что Ле-Корбюзье исповедовал такой очень смелый, отталкивающийся во многом от конструктивизма подход к архитектуре. И по сути дела он был одним из родоначальников так называемого интернационального стиля. То, что во многом сейчас мы с вами в архитектуре видим. Это простота линий, это аскетичность быта, сведенная к меню просто по элементам. Это отсутствие какого-либо декоративного оформления и функция визуально выведенная в архитектуру по большому счету. Так вот, это один из листов поисков каким образом можно связать архитектурные пропорции с пониманием золотой пропорции или золотого сечения. Это тоже его поиск тоже на тему модулора. И вот когда вы видите вот такого человека с поднятой клешней это оригинальный рисунок Ле Корбюзье. Но это не только теоретическая часть, он был великим экспериментатором и практиком. И вот это эскиз предваряющий основную проектную работу над жилой ячейкой в Марселе. По сути дела это дом коммуна. Почему он к коммуне обращается? Ну это веяние времени. Кроме того он принадлежал он был членом коммунистической партии и коммунистические идеи ему были близки. Дом коммуны. В чем новшество? Это многоквартирный дом в Марселе где по сути дела господствовал коммунальный быт. Отсюда название коммуны. В квартирах отсутствовала кухня или была сведена к минимуму. квартиры располагались в двух уровнях двухэтажными были. Но новшество в том что это было весь быт он как бы был общественным. Он организовал разные уровни этого дома таким образом что были коммунальные этажи допустим химчистки парикмахерские почта это один этаж следующий этаж это столовые продуктовые магазины этажи с залами для дискуссий с библиотеками то есть по сути дела это и жилая и честь и общественные объединенные очень мощно и очень интересно к этому времени у него сложилась концепция понимания современной архитектуры он считал что дом должен стоять на сваях поскольку внизу должна расти трава он сделал эксплуатируемую кровлю и на крыше вот этого многоквартирного дома была спортивная площадка и детский сад тоже коммунальный быт подчеркивался вот это первичные наброски это то что касалось кровельной части вот здесь площадка для занятий спортом а вот так выглядела общая картинка он очень смело вводил цвета в архитектуру ну и вот здесь очень характерно для его творчества свайные конструкции вот это внутренней часть по сути дела большие коридоры как улицы как магистрали с разным назначением жилые этажи коммунальные этажи и так далее Ле Корпезье был великим экспериментатором он переходил из одного стилистического направления в другое открывая новый изобразительный язык каждый раз и одной из самых интересных его работ стала церковь франшань это маленькая деревушка во Франции и церковь протестантская она абсолютно органические формы поддерживает и вот это первичный поиск по сути дела это ситуационный план где показано как будет располагаться на ландшафте это здание ну и первичные наброски она очень интересная со всех позиций там много новшеств введено но это культовое сооружение вот такой необычной формы это по сути дела французская школа дизайна сочетание со швейцарской по рождению Ле Корбюзье швейцарец но большую долю времени он проводил работу в Париже хотя строил по всему миру японская школа Кензо Танге мы сейчас рассматриваем период когда еще компьютеризация не захватила проектный процесс и вот все то что мы видим это ручная работа Кензо Танге один из интереснейших архитекторов Японии да и мирового уровня специалистов и это его токийский комплекс к Олимпиаде план разрез и еще один разрез вот такая внешняя оболочка и еще один разрез показывают строительство строительство относится к 1964 году в общей сложности он должен был выглядеть вот таким собственно он таким и стал вот это тоже ручная работа ручная подача эскиза а вот это реализованный проект общей тенденции для 20 века второй половины 20 века поиск органических форм то есть природных форм каким образом их можно использовать в архитектуре еще один представитель японской архитектуры создававший удивительные проекты это Кисио Куракава и главное его изобретение это капсульные системы в архитектуре он был родоначальником метаболизма направление это по сути дела в полной мере согласуется с пониманием метаболизма в биологии в медицине как развитие здорового организма и его капсульные системы по сути дела это тоже живые организмы на чем они строились на том что существует некая ось или такая бетонная емкость в которую заложены коммуникации и на любом уровне к этим коммуникациям может подключиться жилая капсула здесь это очень хорошо показывано на соты немножко похоже вот это дальнейшая разработка капсульных систем как они могут соединяться с собой причем сверхидея была очень интересная вот они по сути дела вот они коммуникации выведенные вот в такие зашитые каналы и к ним подключается на любом уровне вот такая капсульная система жилье невелико в пределах 10 квадратных метров но очень хорошо продумано вот это название название вот этого района Накогин и собственно вот там разворачиваются главные события связанные с метаболизмом а потом это явление стало распространяться в первую очередь по Японии и разрабатывались вот такие жилые капсулы здесь по сути дела 10 квадратных метров 4 метра протяженность 2,5 метра ширина но здесь абсолютно все предусмотрено для комфортного проживания ну комфортного если учитывать что все-таки площадь усеченная система жизнеобеспечения выведена все необходимое спальное место вот это показано иллюминатор окно рабочее место маленькая кухонька система хранения разумеется постоянно жить в такой капсуле достаточно сложно но ее и продумывали как некий вариант временного жилья в первую очередь для бизнесменов хотя и как жилое пространство оно тоже использовалось успехом и предусматриваем что если в другой местности возникнет такая же система то есть условно говоря канал оснащенный коммуникациями которому можно будет такую капсулу подключить то человек мог свою капсулу квартиру снять вот с такого дерева с ветки перевести в новое место и поместить на другое дерево на другую ветку в чистом виде это органическая идея и очень интересная идея и в принципе она до сих пор свежа и сейчас вот такие капсульные системы по всему миру возникают применительно к гостиничному варианту это тоже пока еще ручная отработка ручная отрисовка а вот следующий этап это уже Британия британская школа и один из ведущих мастеров 20 века в архитектуре 21 века он ныне здравствует это Норман Фостер это его сити холл или по сути дела это лондонская мэрия и его авторский эскиз здесь даже адресный план введен Тауэрский мост тоже тенденции те же самые органическая архитектура ну и легкая проработка эскизная в акварели вполне обитаемое место а вот это то что выстроили в реальности супер современная архитектура на этот на этом этапе строился сити холл был построен в 2002 году на этом этапе уже в полной мере использовались компьютерные технологии но проработка вот такая авторская эскизирование Фостер не сбрасывает со счетов никогда он до сих пор работает очень активно по всему миру работает и это всегда сопровождает его творческий процесс еще одна знаменитейшая его вещь это башня Мэри Экс называется в ней располагается фирма Свис Ре швейцарская страховая фирма и лондонцы ее прозвали Корнишоном или огурцом вот это первоначальные зарисовки как она впишется в городскую существующую среду структура фасадная вот как вот эта чешуйка или как эти окошки будут покрывать фасад и что в итоге получилось вот он огурец лондонский сначала лондонцы протестовали против него а сейчас это визитная карточка Лондона как он срастается с исторической частью Лондона а в полной мере современнейшее сооружение отвечающее всем требованиям умного дома регулируемая подача воздуха воды тепла регулируемая уровень освещенности и так далее но начиналось все вот с таких эскизных вариантов разработки еще одно возвращение к Испании но только отчасти Сантьяго Калатрава один из самых фантастических мастеров архитектуры 20 века почему я говорю отчасти испанская потому что считается что он испано-швейцарский архитектор родился в Испании и работал много в Испании но большую часть проводит времени в Швейцарии чем он интересен тоже органическая архитектура и это направление называют биотек то есть биологические формы но высокие технологии аналоги с хай-тек вот это начальные зарисовки поиск формы для сооружения художественного музея в маленьком городке Милуоки в Америке несмотря на то что городок маленький замысел был просто грандиозный и он был в полной мере реализован вот здесь идется поиск уже на других материалах акварельные вот такой этюдик будущих форм вот это еще более сложное это тоже ручная работа наброск аэрографа и плюс разделка тушью а в результате вот что получилось фантастическое сооружение почему потому что оно во многом похоже на птицу собственно оно как птица себя и ведет это сооружение когда музей закрыт птица со сложенными крыльями опускает свою голову и спит но как только музей открывается голова поднимается и крылья расправляются из-под крыльев выступает застекленная часть кровли то что очень удобно для эксплуатации в художественных музеях верхняя подача света и вот в течение всего дня пока музей работает крылья вот так расправлены а потом крылья складываются птица уходит на покой и музей закрывается грандиознейший план для маленького города в Америке это поражает воображение но и уровень технического решения и уровень архитектурного решения и подачи они поражают а начинается все вот с таких эскизик и еще одна представительница современной архитектуры она к сожалению недавно ушла от нас это Заха Хадид родилась в Иране работа преимущественно в Британии но сооружения по всему миру разбросаны вот это наброски первичные наброски для аэропорта Досин в Пекине его в эксплуатацию сдали только 25 октября этого года 25 не октября а сентября этого года то есть это самое свежее решение разработку доверили ей где-то лет за 10 то есть разработка шла очень долго смотрите какая динамика предельная динамика какая экспрессия какая эмоция или допустим вот такой эскиз на ту же самую тему и опять органические формы причем совершенно причудливые переплетения творчество Захи Хадид относит к деконструктивизму когда вопреки логике многие конструкции себя ведут а в результате получилась интереснейшая вещь вот такая предельно органическая с крупными масштабами с изобилием воздуха с очень интересными формами внешняя оболочка по сути дела это звезда вот это входная часть и пятиугольная звезда по заказу владельцев а это китайская сторона должен был существовать центр и пять рукавов смотрящих в разные стороны по количеству свидетельств культуры китайской одна была должна быть посвящена шелкографии другая чаю третья фарфору сельскому хозяйству китайским садам что очень интересно опять вот эскизирование поиск мысли схватить идею все начинается вручную а технологии очень высокие вот этот комплекс он наверное впервые в мире использует двух двухэтажные площади для прилета по две для прилета и по две для отлета то есть двухэтажный аэродром место для пребывания пассажиров место для отдыха для развлечений то есть это не только аэропорт это еще и культурный центр и он самый большой в мире мы с вами рассмотрели представителей что очень интересно что в 2004 году Захи Хадид была присуждена предскеровская премия по сути дела это аналог Нобелевской премии но в архитектуре и со стороны английского правительства ей было присвоено звание дама командор ордена британской империи это собственно она одна из очень немногих обладательность такого титула была я подчеркиваю это потому что по сути дела это архитекторы мировой величины но ручным трудом они ни в коем случае не внушались и этому будет объяснение сейчас мы к этому с вами подойдем начиная с 70-х годов 20-го века компьютер становится персональным и соответственно есть доступ для того чтобы вести проектирование именно компьютерным способом в 80-х годах 2D изображение прирастает 3D изображение 90-е годы ведутся поиски совместимости различных программ то есть возможности растут и спорить с эффективностью работы в компьютерном варианте просто не приходится потому что это быстро точно удобно аккуратно кроме того многие расчеты делаются быстрее и проще чем в ручном варианте значительно проще и значительно быстрее появилась масса изобразительных возможностей для проектирования но есть и некоторые скажем так оговорки применения компьютерного проектирования компьютерного моделирования первое большой проект никогда не начинается с компьютерного компьютерной обработки вот мы с вами увидели что первоначальные замыслы они как правило оцениваются разрабатываются фиксируются именно ручным способом почему потому что это быстро много логовариантно это может возникнуть мысль может прийти где угодно там где невозможно развернуть компьютер и в данном случае заметки схемы планы эскизы это очень удобно кроме того этому есть и физиологическое объяснение вот в свое время наш замечательный соотечественник физиолог Сеченов доказал что взаимодействие между мозгом и рукой оказалось что не мозг обучает руку а рука обучает мозг и вот это очень хорошо наблюдается допустим в детских садах обращают особое внимание на развитие моторики лепка рисунок собирания каких-то отдельных фрагментов единое целое ну типа мозаики это это приветствуется почему потому что вот такие работы они влияют на развитие мозга они его структурируют а для нас для творческих людей и для жизни в целом хорошо структурированный мозг это гораздо ценнее чем мозг просто информированный хорошо хорошо структурированный мозг он легче ориентируется в любой жизненной ситуации ну и для творчества это тоже очень полезно кроме того в серьезных во всех серьезных учебных заведениях архитектурного и дизайнерского толка а на дизайн мы сейчас с вами на уровень дизайна мы сейчас с вами выйдем с чего начинается обучение первое рисунок вручную вручную затем лепка затем бумажный пластик когда из бумаги можно выкрутить любую форму макетирование и все это через тактильные ощущения идет и опять работает на развитие креативности мозга поэтому для нас это чрезвычайно важно до сих пор существуют заказчики и пласт этих заказчиков достаточно мощный те кто хочет только вручную разработанные проекты то есть от и до от самого первого эскиза и до самых таких серьезных разработок чертежей ну это подчеркивает эксклюзивность разработки то есть сводится к минимуму тиражирования и по этому же принципу работают очень дорогие мебельные салоны шторные салоны только вручную в некоторых школах частности итальянская школа дизайна они приветствуют ручную работу кроме того нужно отметить что у нас компьютеризация пришла несколько позже чем чем на западе ну в первую очередь это связано со временем перестройки в 90-е годы новый ветер перемен ну и соответственно глобальная компьютеризация и у нас на определенном этапе был ручной труд в проектировании просто отметен а на западе нет когда составляют портфолио очень трепетно собирают все схемы эскизы планы выполненные вручную заметки и наряду с фотографией исполненного проекта включают портфолио то есть подход несколько разный сейчас некоторым образом меняется и у нас подход ну и давайте посмотрим что на сегодняшний теме предлагают чаще ручная работа в большей степени востребована в интерьерном деле и это поиск первичный поиск форм в любом варианте это попытки осознать какие материалы могут быть использованы в интерьерах это легкое прикосновение светотени и тоже разработка и показ как материалы себя будут вести в интерьере это и поиск на уровне архитектуры когда и планировка первые подходы решаются и сразу иллюстрируются вот такими эскизными вариантами тональное и цветовое решение и в данном случае это вполне оправданно почему потому что перевести компьютерный вариант цветов достоверный тот который будет использоваться в интерьере не всегда удается адекватно это поиск динамики форм и динамики цвета работы цвета это изыскание каких-то самых совершенных форм самых изящных форм и изысканных и мы приходим в итоге к тому что для нас одинаково важны как ручная подача так и компьютерное проектирование и моделирование потому что первичный этап работы вручную будет нашу творческую мысль помогает быстро фиксировать идеи пробуждает наши скажем так творческие способности и художественные способности но одновременно самую сложную техническую работу вполне можно доверять компьютеру и нужно доверять компьютеру потому что это быстро эффективно удобно и сводит наши усилия в самой сложной части проектирования к минимуму поэтому содружество ручной работы и компьютерной подачи оно в полной мере оправданное наш семинар приурочен к старту курса компьютерная к старту курса проектная графика для дизайнеров интерьера метод ручной подачи он стартует 22 октября в комплексе Бауманский будет проходить по вечерам 18.30 начало рассчитан на 16 часов то есть на 4 занятия и если вас тема заинтересовала если вы считаете что вам нужно совершенствоваться в этом направлении приходите я буду рада вас видеть будет т.к. Продолжение следует...